ПЕСНЯ ПЕСНЯ Франция – самая туристическая страна в мире. Сюда каждый год приезжает около 70 миллионов гостей. Париж – столица моды, ароматов, памятников и дворцов – самый посещаемый город в мире. Сегодняшняя Франция принимает под свое крыло всех – арабов, китайцев, сирийцев, украинцев, молдаван, белорусов. Сегодня для россиян – это дорогая страна. К тому же сюда нужна виза. Совершить такую поездку – все равно, что прыгнуть выше своей головы. А перед ребятами Хабаровского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи именно такие задачи в центре и ставят. Раз, два, три! Преодолей свою планку, и тогда воплотятся самые дерзкие мечты. У педагогов это называется мотивация. В европейское турне отправились два Дмитрия – Руслан, Даниил, Слава и Максим. С ними педагоги центра и его директор Александр Петрынин. Сначала о самых известных туристических брендах страны. Инженер Юстав Эйфель создал свою башню как арку для Всемирной выставки 1889 года. И поначалу ее хотели разобрать. Мол, портит облик города. Но, видимо, нет ничего более постоянного, чем временное. Сюда взбираются 7 миллионов туристов ежегодно. Стоит подняться на второй уровень – и Париж в ваших ног. А, вот это да! Все вид, да? У меня есть гуарный вид. Какой вид красивый, какой красивый. Замечательные впечатления. Аж немного захватывало дух, когда поднимался сюда, на самом деле. И мне кажется, что тут красивый вид. Сюда нужно будет и с мамой, и с женой, может быть, в дальнейшем. И детей сюда свожу. Так же, как и оказаться в Лувре, в самом крупном музее мира, мечтает всякой. Здесь, до Людовика XIV, жили короли. А потом поселились художники, скульпторы и архитекторы. Сегодня Лувр посещает около 5 миллионов человек в год. Конечно, главные объекты для селфи – богиня Ника, Венера Милоская и, конечно же, Джаконда. Если не снялся рядом, считай, не был в Париже. Маленькая, я думал, она больше будет, может, где-то как эта вот штука. Прикинь, вот сама Мона Лиза, я не знаю. Увы, чтобы обойти Лувр целиком, понадобится неделя. Попробуйте одолеть 14 километров коридоров. Ну, такое я видел только в учебниках истории, когда вот Леонардо да Винчи, как на обложках исторических книг. Ну, в общем, сейчас походил, это увидел все своими глазами, впечатление очень яркое, как-то очень историческое место. Кроме Лувра в Париже 16 дворцов – официальных. И еще 16 гражданских. И тысячи памятников. И кашу. И тысячи памятников. Монмартр – еще одно заметное место в Париже. Здесь всегда многолюдно. И полно художников, которые мечтают о славе Модильяне и Дали. Рассказывают, что после изгнания Наполеона из России в 1814 году солдаты русской армии останавливались на Монмартре, который входил в систему обороны города. По легенде, именно с подачи русских казаков появились первые бестро. Но особую роль сыграли здесь выходцы из России, эмигранты первой, второй и третьей волны. Почти каждый парижанин говорит по-английски, а эмигрантам помогают освоить французский. Так гуманитарная миссия в Париже работает с людьми, попавшими под меч правосудия. Реабилитанты всех национальностей и возрастов разбирают и грузят вещи, изучают язык и автодела. Потом получают документы и идут строить новую жизнь. Эта часть французской жизни за пределами туристических каталогов, но она существует. Хабаровчанам эта тема близка, ведь парни попали в центр для трудных не от хорошей жизни. Я впервые сел в 18 лет за воровство. Не было денег, чтобы помочь маме. Но пока он был в тюрьме, у мамы случились две онкологических операции, и он понял, что сделал ей еще больнее. Сейчас у парня все хорошо. Он встретил девушку, полюбил, помогает маме. Исповедь французского парня потрясла мальчишек из Хабаровского центра, который называет приютом спасения от смерти и тюрьмы. В поступках и судьбе Дилана они узнавали себя. И, как признались позже, внутри произошло что-то новое, совершенно пока незнакомое. В своих путевых заметках ребята напишут. Увидев Дилана, я хотел плакать, так как увидел в нем те поступки, которые совершал я тоже. И центр меня спас. Дилан сказал, что в жизни ему оказывают твердую опору три женщины. Мама, любимая девушка и психолог, которые помогли ему эмоционально не упасть духом и жить дальше, пойти по верному пути. Меня прошибло от всех этих слов. Эта история была мне до боли знакома, точнее сам сюжет. Я это познал на собственной, если можно так сказать, шкуре. Ситуация у меня была и есть похожая. Три женщины, бабушка, мама и маленькая сестра, ради которых мне нужно жить, добиваться успешной жизни, радовать их и быть всегда рядом. Но в моем случае виноват и гадко поступаю я сам. Мне становится ужасно стыдно от того, что я творю, не думая. Но стараюсь изо всех сил работать над собой. Хоть, возможно, мама этого и не замечает. Этот разговор на всю жизнь отложится в моей памяти, и я от всей души желаю счастья, здоровья и успехов этому парню. Все у него получится. Встречи с россиянами очень обрадовался Виталий Струц, который работает в парижской гуманитарной миссии Ассоциации соотечественников, проживающих за рубежом. Виталий во времена перестройки сбежал в Европу от своих проблем. Прибежищем для него стала Франция. Мне 40 лет. Меня зовут Виталий, я сам из Украины. То есть мое детство проходило в 90-х годах. Я был подростком в 90-х годах. Я попал в одну из таких групп молодежи, которая занималась непорядочной деятельностью. Хорошо, что это не перезросло в какой-то бандитизм впоследствии. Хотя многие ребята, к сожалению, попали в тюрьмы. То есть оказались в наркотиках, погибли. Наркотики и алкоголь могли увезти его в бездну. Но повезло. Помог друг, который познакомился с Евангелием, и захотелось начать с нуля. Виталий собрал сумку и уехал в Европу. Теперь он работает над проектами для детских домов СНГ, домов престарелых, центров реабилитации. Нынешняя Европа как никогда полна беженцев. Именно в Париж устремлялись после октябрьских потрясений в трудную минуту и русские люди, обретая там для себя новую родину. После революции их число достигло 400 тысяч. Здесь осели ученые, писатели, живописцы, хореографы, которых надолго потеряла наша страна. Выходцы из России сначала приезжали на чужбину, а потом проникали в ее духовную и культурную жизнь навсегда. В суете мегаполиса мы расслышали, как бьется русское сердце Парижа. Свято-Александроневский кафедральный собор стал духовным центром русской колонии во Франции и духовным центром русской миграции. Наши ребята – прихожане одноменного храма в Хабаровске. Они не просто туристы, они всегда паломники. Где бы ни были, всегда посещают православные святыни. Вот почему мы оказались здесь, на улочке Дарю. Служба в храме закончилась, но двери специально открыли для дальневосточников. Храм многое помнит. Здесь отпевали Тургенева, Шаляпина, Василия Кандинского, Антона Деникина, Ивана Бунина и Булата Акуджаву. Здесь венчался с русской балериной Пабло Пикассо. Есть слово «намоленный». Храм именно такой. За полтора столетия он видел много печали. В окаянные годы сюда приходили помолиться о России и ее государе. Перед революцией в Семеновском полку служили гвардейцы, гвардейские дети, они же крестные дети государя Николая. В гостаре Николая II было не одна тысяча крестников. Удивительный был молитвник наш государь. Когда я подошел к этой иконке, она стояла вот немножко не так, а вот так была развернута. Я подошел, ребята, и знаете, какая-то благодать на меня сразу вот облилась. Пролилась благодать, потому что я почувствовал слезы людей, которые здесь молились. Здоровые мужики, наверняка тоже все были больше двух метров, я их не видел, не знал, потому что прошло уже очень много лет. Но они все страдали и скорбели по смерти государя, потому что они не смогли его защитить. Так случилось, так случилось, вот так переворот государственный был в России. И они приехали сюда вымаливать. Подходили огромные-то вот, огромные мужики с бородами, с усами, прикладывались к этой иконке, молились и плакали. Я это почувствовал. Иммигранты первой и второй волны постепенно возвращаются на родину. В основном через русский погост в Сент-Женевье-в-де-Буа. Малая церковка, свечи наплывшие, Камень дождями из рыд до бела. Здесь похоронены бывшие-бывшие. Кладбище Сент-Женевье-в-де-Буа Кладбище Сент-Женевье-в-де-Буа появилось благодаря русскому старческому дому, который основала в 1927 году княгиня Мещерская. Стал ребром вопрос, что делать с людьми, покинувшими большевистскую Россию в начале 20-х. На погосте нашли покой многие военные, представители духовенства, писатели, художники, артисты. Всего около 15 тысяч русских. На табличках ищем знакомые имена. Философы-богословы Василий Зиньковский и Сергей Булгаков, князья Юсуповы, Шереметьевы, режиссер Андрей Тарковский, поэтесса Зинаида Гиппиус, писатель Иван Бунин, поэт Александр Галич. От детей Центра, от всех крестников наших, от крестных братьев, давай вас до удивительного человека, батарею профессору Василию Зиньковскому. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. А здесь розы, ребята, только сейчас увидел, ничего себе. Они пахнут, ребятки, они пахнут. Потому что душа светлая, человек. До сих пор жизнь, видишь, розы живые. Вот наш садящий, наш земляк, наверное, россиянин Бунин Иван. Охранен здесь, на русском кладбище, в Париже. В Париже русские эмигранты первой волны обычно селились в районе Пасси, не смешиваясь с другими. В районе Пасси хабаровчане посетили образовательный комплекс Сен-Жан-а-де-Пасси, элитную школу. В честь приезда дальневосточников гостеприимные хозяева подняли государственный флаг Российской Федерации. Здесь учатся около 3000 учеников от 3 до 20 лет. Возможно, будущие дипломаты. Особый интерес к нам проявили ребята из России. Ученики московских языковых лицеев отрабатывают языковой навык во французских семьях и проходят курс в Сен-Жан-де-Пасси. Так что мы для них – частица Родины. А они для нас – русская черта Парижа. Когда мы зашли в начальный класс, и мальчик рассказывал стихотворение Басню Крылова про лесу и ворону. Удивило то, что в фейс контроль стоит на воротах, проверяет же. Смотрит, чтобы посторонний не зашел. Очень сильно большой был спортзал. И много мячей. Мы только о таком и мечтаем. Французы понимают разницу между благовоспитанными детьми и ребятами с проблемами поведения. Поэтому оценка деятельности Хабаровского центра со стороны парижских коллег была весьма высокой. Благодарен господину Петрынину и его коллегам за работу, которую они делают. Это очень волнует и трогает. Мы видим, что вы очень талантливые педагоги, директор и весь ваш коллектив. Потому что это трудно дать оступившемуся ребенку шанс к новой жизни, чтобы он поднялся и помочь ему идти дальше. Хабаровчанам захотелось сыграть товарищеский матч с французами в футбол. Но те дипломатично отказались. Пришлось вступить в игру с москвичами. Нам предстоит игра с девушками, поэтому мы будем не играть, а играться. Я призываюсь быть джентльменами. Давай, пошли! Все, давайте, пошли! Давай, идите туда! Все, давайте, пошли! Сегодня мы побывали во французской школе, которая находится в самом сердце Парижа. Сен-Жан-де-Паси. Удивило в европейском образовании, что оно непрерывное. Здесь находятся дети с трехлетнего возраста до 18 лет. Мы увидели маленьких детей трехлетнего возраста, которые играют на площадке, с ними спокойно ходит воспитатель. На горочке катается ребенок с синдромом Дауна, и он свободно общается среди других детей. Увидели детей средних классов, увидели детей старших классов. Каждому ребенку индивидуальный подход. Удивило, что дети спокойно раскладывают свои вещи в коридорах и не заботятся о том, что они куда-то пропадут. Спокойно положили, взяли, пошли дальше по классам. Самое главное удивило, что школа, которая находится в сердце Парижа, которая готовит выпускников Сорбоны, проявила интерес и к нашему опыту. Париж не Франция, утверждает французы из провинции. Настоящая Франция неспешная, зеленая, романтическая. Вот и местечко Версаль и одноименный дворец, бывшая резиденцией французских королей. Электронный гид помогает нам разобраться во всех дворцовых анфиладах. Теперь понятно, под чьим влиянием построен наш Петергоф. Все-таки Петр Первый по части паркового искусства смог перепрыгнуть достижения знатоков французов. Еще одна деталь, напоминающая о России, Александровский мост. В конце 19 века наши страны сблизились на фоне назревающей Первой мировой. Первые камни в мостовое сооружение заложил российский император Николай Второй, а название проект получил в честь его покойного отца, Александра Третьего. Мы находимся с вами в Париже на Холм-Шайо. И площадь, на которой мы стоим, называется площадь Строкодейров. И мы стоим между двумя зданиями. Справа от меня находится музей человека, то есть антропологический музей. И там же, в том же здании, находится морской музей. А в левом здании находится дом кино, там бывают просмотры фильмов. А под смотровой площадкой, на которой мы находимся с вами, театр Шайо. В этом театре Жерар Филипп был актером. И когда театр на Таганке приезжал в Париж, Высоцкий на стены театра Шайо играл в роли Гамлета. Но этот район, 16-й округ Парижа, и связан с Россией. Например, Юсупов жил в этом округе, вот прямо за мной, направо. Также Растропович, Шаляпин. Вот такие знаменитые люди жили в Париже. Есть среди шумного, суетного Парижа настоящая пустынь. Островок преподобного Сергия. Экскурсия на Сергиевское подворье, где был православный богословский институт, показала, где находили прибежище православные россияне-эмигранты. Когда его открывали в 1925 году, газеты писали, что зажигается лампада на чужой земле. Лампада русского православия. Сегодня сюда приходят за молитвой и помощью те, кого разбросало по Европе после распада Советского Союза. Париж говорит на всех языках. Мы встретили здесь и студентку из Москвы, которая получает образование в университете, и просто туристов, гуляющих в районе Апера. Париж вошел в их сердце навсегда. Шикарная башня, шикарные виды с нее. Сегодня я побывал на втором этаже. Очень много людей, туристов, которые нам хотят. Все говорят, что кризис в стране, в России, но нет. Едут, путешествуют, ребята. Советую вам всем. Сейчас я буду как в Титанике. Держи, Димон. Давай. Макс. Отходим назад. Ты снимаешь? Я снимаю. Снимаю, как будто я лечу. Смотрите. Отсюда, со стороны сены, видно, какой Париж в сущности небольшой. И понятно, почему он манит туристов всего мира. Русское присутствие осталось здесь в камне, в табличках, в стихах и куполах. Мы тоже оставили здесь свой русский след. На этом снимке. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА